Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я хочу с вами поговорить о том, что меня не устраивает в Sid Meier's Civilization 6. Вот после всех вышедших дополнений, после всех патчей. Я делал какие-то подобные видео года полтора назад. На это видео меня натолкнул комментарий человека под ником Александр Блогер. Он его написал под одной из серий FIFA за Бразилию. То есть он свои мысли высказал о том, что его не устраивает в 6-й Циви. Я решил вот тоже такое видео сделать. Вы своими впечатлениями, конечно же, тоже делитесь в комментариях. Вышло уже два дополнения. Rise and Fall и Gathering Storm. В апреле вышел еще и патч. Я думаю, еще игру будут допиливать. И знаете, у меня почему-то такое впечатление, вот ощущение, как будто будет еще одно дополнение. Такого никогда не было к Циви. Всегда к Циви выходило всего два дополнения. Но мне почему-то кажется, что это не все. То есть хотя бы, как минимум, в том, что очень мало наций с разными лидерами. Они такую фичу сделали, что у одной нации может быть несколько лидеров. Хотя это такая старая фича, она даже в четверке еще была. Но мало ее используют. Тут сколько у нас? Индия с двумя лидерами. Греция с двумя лидерами. И считайте, Франция, Англия с полтора лидерами. Потому что они между собой делят Леонору Аквитанскую. Так что я берусь предсказать. Я не знаю, не было никаких новостей. Но мне кажется, что будет все-таки еще одно дополнение. Но явно будет оно анонсировано только осенью. Так вот, что же сейчас не так с 6-й Цивой? Они допилили систему. Фераксис допилили систему с юнитами и со стратегическими ресурсами. Я считаю, что это то, что они сейчас сделали, намного лучше, чем то, что было. Это такой некоторый гибрид. И система из пятерки, из шестерки. Потому что раньше, ну, у вас один ресурс есть, все. Вы можете им пользоваться бесконечно. Как было раньше. Строили кучу тяжелых колесниц. Ну, и других юнитов. И начальных юнитов кучу строили. Потом, когда требовалось, шли через всю ветку. Скорее всего, обычно это было шли в танки. Апгрейдились в танки. Нужен был всего лишь один ресурс нефти, желательно. И выносили тех, кто не успел в танки выйти. Или кто не так хорошо развился. Не было никаких ограничений по количеству юнитов. Обычно там штук семь армий танков к тебе приезжало. И это вообще не отбивалось. Теперь система с накоплением ресурсов. И то, что их определенное количество тратится на юниты. Там, например, на всадников 10 единиц лошадей надо, чтобы одного всадника построить. Потом апгрейдить их требуются ресурсы. Это все намного правильнее, логичнее и стратегичнее выглядит. Проблема в другом. Что теперь намного больше люди зависят от нахождения ресурсов у себя на карте. Причем явно чувствуется, что эти ресурсы не сбалансированы. То есть разработчики каждому юниту давали ресурс, как бы исходя больше из исторической справедливости, чем из баланса механики в игре. Если в начале еще все нормально, более-менее, потому что лошади и железо, ну, обычно в сетевой игре играют на стратегическом балансе, когда лошади и железо есть у всех. Более того, эти лошади открываются в самом начале игры. А юниты, которым нужны лошади, тяжелая колесница она не нужна, а вот всадникам, кому-то рыцарям железо нужно, летучим отрядам, они только дальше пойдут. То есть вы можете накопить еще этот ресурс и потом уже строить. То есть вот такое расположение ресурсов я считаю правильным. Вы открываете ресурс, а юнит, которому он нужен, дальше вы можете его накапливать. Железо, конечно, не так далеко, но все равно. Открыли железо, вы его накапливаете и только потом используете. Потом внезапно все возрождение требует селитру. Вообще все юниты в возрождении, мушкетеры, фрегаты, бомбарды, все требуют селитру. Селитра, конечно, появляется заранее, но ее требуют все юниты. Если до этого у вас было только железо и лошади, вы можете разделить это. То есть какие-то юниты требуют железо, какие-то требуют лошади, какие-то не требуют никаких ресурсов, то здесь тупо все требуют селитру. И вы не можете, например, подготовить катапульты или дуболомов, чтобы апнуть в мушкетеров. Подготовить и хопа апнули катапульту в бомбарды и дуболомов в мушкетеров и пошли. У вас просто не хватит ресурсов. Вы не успеете вот за это время, даже если у вас, блин, вам завезло офигительно этих ресурсов селитры, там, штуки четыре. Вам просто не хватит возможности столько юнитов в правгрейде, чтобы вменяемо атаковать в этот момент. Хотя, все равно это получается иногда, естественно. А если селитры не завезло вообще вам, а такое тоже бывает, и вообще рядом нету нигде селитры, то вы сидите и ничего не делаете. То есть проблема в том, что игра не дает вам выбора в этот момент. В промышленной эре эпоха угля, который стал сейчас ресурсом на развитие, потому что требует только броненосец уголь, и сейчас уголь нужен, как и в пятой циве, для развития фабрик, чтобы угольную электростанцию построить. И по-хорошему, есть у вас уголь или нету, наверное, имеет смысл только на морской карте, когда вам нужны будут броненосцы. Да, за уголь можно железную дорогу строить, но этим никто не пользуется, потому что железная дорога дает просто перемещение быстрее. Поэтому промышленную эру радостно пропускаем, и вот тут начинаются, по-моему, самые большие проблемы сейчас в балансе игры. Авиация и нефть. Во-первых, авиация сейчас стала ультимативным оружием, и многие игроки просто ставят исследования на радио, быстрее идут в алюминий, чтобы его увидеть, потому что если у вас есть алюминий, значит, вы можете строить бомбардировщики и истребители, которые требуют алюминий. Чем раньше вы построите бомбардировщик, тем раньше вы захватите соседа. Если сосед не вышел в улучшенную авиацию, отстает от вас по исследованиям, либо вышел, но у него нету алюминия, значит, вы победили. Вы его стопудово захватите. Вот что мне больше всего сносит мозг в этой ситуации, это то, что в радио можно выходить вообще, минуя нижнюю ветку. Если вы внимательно посмотрите на технологии, то вы можете выйти в авиацию, не исследуя горное дело и все, что находится дальше за ним. То есть, вы не знаете обработки бронзы, но у вас есть самолеты. Вы не знаете обработки железа, но у вас есть самолеты. Вы не знаете инженерного дела, но у вас есть самолеты. Это настолько тупо и странно. То же самое, как и раньше, когда мы играли, у нас были танки в отсутствии химии. Я не понимаю, почему ветви технологии вот сейчас так не связаны вообще. Ну, понятно, что, конечно, горное дело вы исследуете, это само собой обработку бронзы. Но дальше можно даже на обработку железа уже забивать и дальше идти чисто по верхней ветке. Тут даже мало что из нижней ветки требуется, чтобы ускорить верхние ветки. Ну да, там для прямых парусов, по-моему, требуется, чтобы мушкетеры на кого-то напали. Но открывать порох ради того, чтобы ускорить прямые паруса никто не будет. А основные необходимые вещи для развития, а это индустриальный район, университет, мастерские, потом фабрики, верфи, все находятся в верхней ветке. Кто-то может сказать, ну правильно, он пойдет по верхней ветке, а его соперник по нижней и нападет. Вот, и вот тут мы опять возвращаемся к отсутствию пороха, потому что до возрождения у вас есть юниты и ресурсы практически у всех, которыми можно нападать и защищаться. А здесь вы видите, что соперник идет по верхней ветке, думаете, дай-ка я его накажу, выходите в возрождение, а у вас нету пороха. И вы ему не сделаете ничего. Кроме того, если до этого все юниты вы не могли строить, если у вас отсутствовал какой-то необходимый стратегический ресурс, то тут внезапно выйдя в авиацию, вы бипланы можете строить даже в отсутствии нефти. Вам не надо открывать нефть. Как вы можете, я не представляю себе, постройку самолета без нефти. Я не знаю, что такое нефть, но могу строить самолеты, которые при этом летают. Да, они получают штраф к атаке, эти бипланы. Но, во-первых, вы сможете ускорить открытие улучшенной авиации без нефти, опять же, построив три биплана. А во-вторых, даже этими бипланами с ухудшенной мощью, у бипланов все равно приличная мощь, чтобы воевать. Если вы выходите в авиацию раньше других, то вас уже взять практически невозможно. Я не понимаю, почему вдруг внезапно разработчики позволяют строить юниты, требующие стратегический ресурс нефти, в отсутствии этой нефти, хотя до этого все было построено на том, что если у вас нет стратегического ресурса, вы его не строите. Как будто этого мало. В новом времени они меняют логику использования стратегических ресурсов. До этого, например, для постройки какого-то юнита вам требовалось определенное количество. Два единиц лошадей. И все. Теперь каждому юниту требуется одну единицу стратегического ресурса. Вот самолету нефть, одну нефть, бомбардировщику одну единицу алюминия, танку одну нефть. И потом каждый ход этот юнит будет потреблять какое-то количество ресурсов. Это приводит к тому, что достаточно буквально пару ходов накопить алюминий, а шахта дает вам сразу два алюминия. И вы можете купить бомбардировщики, и даже пускай у вас алюминия этого не будет, вы вполне можете бомбить города и захватывать города соперника. Главное, чтобы у вас хотя бы пару ходов этот алюминий был. В то время как все другие юниты до этого вы не могли вот так прям много штук сделать, потому что вам надо было накопить ресурс. Вот и получается, что единственная выигрышная стратегия быстро открыть радио и построить самолеты. Хотя, казалось бы, во-первых, сделайте так, что без ресурса самолеты не строятся, а во-вторых, перенесите алюминий из этой ветки в нижнюю. Хотя бы. И все, и уже надо и нефть будет открывать, чтобы бипланы построить, и алюминий, не знаю, где-нибудь... Я просто не понимаю, почему алюминий в радио. Как радио открывает алюминий вообще? Ну пускай вот алюминий перенести в двигатель внутреннего сгорания. С нефтью тоже есть проблемы. Внезапно почему-то пехотинцы стали требовать нефть. Раньше в них шли и их открывали именно потому, что они никакого ресурса не требовали. А так получается, у нас и пехотинцы требуют нефть, и танки требуют нефть. При этом пехотинцы на 10 силы слабее, чем танк. И еще и перемещаются на 2 клетки, когда танк на 4. Так и спрашивается, зачем мне тогда в пехотинцев вообще идти? И тут всего одна теха лишняя, потому что в любом случае переработку надо для нефти открывать. А потом мы откроем стали варенье и двигатель ВС. И зачем мне тратить нефть на пехотинцев, которые будут слабее танков, на 10 силы и еще двигаться медленно? Ну да, там для защиты, типа одного если апнуть, чтобы города получили силу. Но это максимум. То есть просто выключили один юнит, который раньше использовался именно потому, что не требовал никакого стратегического ресурса для себя. Можно было бы сопротивляться самолетам с помощью зенитной пушки. Но так получается, что вы в зенитные пушки выйдете позже, чем в самолеты. Идти заранее в зенитные пушки, то есть вот вы так решили, все, на меня будут нападать самолетами, надо защищаться. Даже идти заранее в зенитные пушки все равно хуже вариант, чем идти в авиацию сначала. Потому что зенитные пушки требуют ту же самую нижнюю ветку. Видите, стали варенье, это значит, что вот это все надо открыть, вот это. А авиация никаких вот этих нижних тех не требует. Как я и сказал, вы можете даже на горное дело забить. То есть вот начиная отсюда, нижняя ветка для открытия самолетов не нужна нафиг. Самолеты без книг, как вам? Не умеем печатать книги, зато самолеты строим. Поэтому вы не успеете в зенитные пушки ни при каких условиях. Ну, мы берем, вот представьте, одинаковые условия, что у вас и у вашего соперника абсолютно одинаковое количество науки, технологий. Так вот, он раньше всего самолеты выйдет. И единственное, о чем, на что надеются все в этой игре, будет у них алюминий или не будет. Потому что внезапно улучшенные самолеты, бомбардировщик и истребитель без алюминия не строятся. Этот биплан почему-то без нефти строится, эти без алюминия не строятся. Ну и сносят они защитные укрепления городов, даже если вы вышли в Сталеварение слишком быстро, по моему скромному мнению. Казалось бы, городское укрепление дает всем вашим городам 400 единиц мощи, а у самолета мощь в дальнем бою 100. Однако, ну не знаю, 2-3 вылета бомбардировщика достаточно, чтобы просто захватить город. А уж тем более, если вы первыми вышли в самолеты, то у соперников может и не быть Сталеварение. Потому что мы помним, все идут в авиацию, летят увидеть алюминий. Так что на данный момент никакой альтернативы выхода в авиацию, постройке самолетов и бомбардировщиками захвата всех вокруг, игрой просто не предусмотрено. При этом по какой-то причине упростили движение по как раз научной технологической ветке, добавив геотермальные поля. Вот они, ну так вот оно выглядит, которые дают плюс 2 за соседство кампусом. И они довольно чисты на карте. То есть мало того, что горы дают плюс 1 вашему кампусу, так еще и геотермальные поля плюс 2 могут дать. И вам проще получать кампусы с соседством плюс 3 и выше, то есть разгонять науку еще больше, чем было раньше. А театральным площадям и культуре никаких дополнительных источников почему-то не добавили. Еще и усложнили культуру, культурную победу. Забрали в компьютерах, было раньше плюс 50% туризма по всей империи, теперь только плюс 25%. Вы можете мне сказать, сейчас же проще побеждать благодаря рок-группам. Так, для рок-групп, во-первых, вам надо разогнать свою религию, как минимум. А во-вторых, на самом деле, рок-группы очень просто контрятся вам. Достаточно поставить юниты в тех местах, где рок-группы могут давать концерт. А их не так много, это чудеса. Причем любые юниты. Если, например, религиозные юниты находятся как бы на своем отдельном слое, им довольно тяжело противостоять, вам надо свои религиозные юниты делать. То рок-группы это те же юниты, что и все обычные. И разместив ваши юниты на тех клетках, где рок-группы могут давать концерты, а именно чудеса, чудеса света, театральные площади, развлекательные центры, аквапарки и кампусы, вы, в принципе, обезопасите себя от культурной победы вообще. То есть человек не может победить вас туризмом, разместить у вас, провести концерты, получить туризм, который действует на вас, все. Кстати, вот дерево социальных институтов, по-моему, очень связное и плавно переходит в друг друга. Вы не можете по какой-то одной ветке постоянно идти, забив на все остальные. Почему вот то же самое не сделано в технологическом дереве? Почему, возможно, такие вот отклонения? Кто-то мне может сказать, да вот он там пойдет в самолет, а я в это время его захвачу танками и артой. Так опять же, то же самое все упирается, как и было с бомбардами и мушкетерами. У вас нету, тут нету селитры, тут у вас может не быть просто нефти. Нету нефти, покеда арта и покеда танки. Они тоже, видите, требуют нефть для того, чтобы их использовать. Почему нефть нельзя было раньше где-то поставить? Чтобы вы могли планировать, планировать свои действия, все стратегии об этом. О том, что вы продумываете, что вы будете делать на несколько ходов вперед. Получается, что нас заранее требуют идти в какую-то теху, а потом расстраиваться, если у нас нету каких-то ресурсов. И такой фокус на одном ресурсе в одном времени, мне тоже кажется странным. У вас должна быть альтернатива постоянно. Нету этого ресурса, тогда вы можете что-то другое сделать. Из хорошего отмечу, что теперь ядерные, термоядерные ракеты перехватываются, их можно сбивать самолетами, они сбиваются зенитками, что, конечно, отлично. Кроме того, сделали, наконец-то, разделение карточек. Как помните, я раньше говорил, что карточка на скидку улучшения юнитов must have, потому что она не только снижала стоимость улучшения юнитов, но и стоимость ресурсов. Так вот, разделили карточки, теперь есть карточка, которая на 50% снимает стоимость в золоте, и есть карточка, которая на 50% снимает стоимость в ресурсах. То есть вам надо две карточки ставить, что важно. Она там, правда, объединяется потом дальше, но это уже к концу игры. То есть это сложнее вам апгрейдить юниты стало. Слишком рано открываются роботы, потому что этот юнит, естественно, намного лучше, чем все остальные юниты ближайшие. Я считаю, что он тоже должен быть в этой эпохе будущего, и его не должно быть видно, где он находится. Просто вот в эпохе будущего действительно, кроме как самолетами и огромным боевым роботом, ну и, конечно, ядерными ракетами, больше нет смысла какие-то другие открывать. Например, меня веселит тот факт, что кавалерия, когда апгрейдится в вертолеты, становится медленнее. То есть кавалерия, смотрите, перемещается на пять клеток, апгрейдится в вертолеты, которые перемещаются на четыре клетки почему-то. Спрашивается, ну и нафига мне апгрейдить вообще кавалерию в вертолеты, если я буду просто захватывать города, убитые в ноль ядерными ракетами. Тем более, что вертолеты требуют алюминий, который нужен для наших самолетов. Еще кто-то может из вас заметить, мол, так пускай те, у кого есть алюминий, с тобой торгуют, если у тебя нету алюминия. Но возникает вопрос, а зачем им торговать со мной алюминием, если они сами могут кого-то захватить из соседей? Во-вторых, странное ограничение, но в торговле нельзя давать сколько-то ресурсов в ход. Можно только фиксированное количество сразу дать. Мне нравится механика дипломатических очков, нравится, что теперь я там могу попросить не селиться рядом со мной за дипломатические очки. И человек либо согласится, либо откажется, что даст мне какие-то плюшки. Но мировой конгресс в шестерке очень странно сделан. Во-первых, рандомные какие-то предложения, постоянно случайные, они просто не зависят ни от чего. Повезло, что какое-то тебе удачное предложение выскочило. Хорошо, ты за него проголосуешь. Не повезло, то есть у тебя просто дипломатические очки и просто голосование мимо тебя проходит. Почему нельзя сделать как в пятерке, когда игроки сами предлагали что-то на конгресс? Мне реально непонятно. И за счет этого дипломатическая победа практически недостижима. А еще я понял, что мне все-таки не нравится механика темного, нормального и золотого веков. То есть меня не устраивает, что темный век всегда лучше нормального. То есть нормальный век самый худший из возможных получается. И это заставляет игроков в некоторых местах играть просто хуже. То есть нету ничего, по-моему, классного в том, что ты специально не исследуешь карту и чего-нибудь не строишь и не делаешь, просто чтобы выйти в темный век. Иначе ты можешь выйти в нормальный, который тебе не даст вообще ничего. Почему бы не сделать в том же нормальном веке те же вот карточки? То есть есть карточки темного века, которые дают какой-то плюс и какой-то минус. Так пусть в нормальном веке будут те же самые карточки, но без минуса. И главное отличие от золотого века будет в том, что вам надо ставить карточку, а в золотом веке вы плюсы будете получать без всяких карточек. По-моему, это было бы логично и не было бы такого стремления тогда в темный век. Ну да, еще главное, одно из главных стремлений, потому что после темного века наступает героический. С этим тоже надо что-то сделать, потому что слишком крутые бонусы после темного века дает героический. Должен быть героический за счет чего-то другого. Может выполнение каких-то определенных квестов. Но темный век должен быть реальным наказанием. Ну а так в целом, конечно, после двух дополнений, многочисленных патчей, шестая целая сейчас играется намного-намного приятнее, чем это было в самом начале. Я сейчас уже не учитываю, не говорю о балансе уникальных юнитов. Где-то они там хорошие, где-то плохие. Это надо в целом все цивилизации рассмотреть. Я говорю вот о глобальном геймплее. То, что сейчас самое важное, что мешает получать удовольствие от игры. То есть надо что-то делать с самолетами. Надо что-то делать со стратегическими ресурсами. И, кстати, пожалуй, главная проблема, с которой все это проистекает, это генерация карты. Частенько карта генерирует очень странные места и совершенно не сбалансированные для игроков. Ваше мнение по этому поводу и ваши ощущения от нынешнего состояния дел шестой цивилизации, я надеюсь, прочитать в комментариях, что бы вы хотели исправить. Ну, а вы слышали Алексея Халецкого. Как всегда, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.